Линейный ускоритель поступил в диспансер больше месяца назад. Позади ремонт специального помещения, каньона. Монтаж, отладка и этап обучения персонала. Благодаря особенностям конструкции ускоритель значительно сокращает время самой процедуры. На наших аппаратах, которые у нас имеются, процедура лечения составляла от 15 до 30 минут. Это утомительно, неудобно для пациентов. Здесь две минуты составляет процедура лечения. Это очень комфортно, особенно для пожилых людей с болевым синдромом. Первого пациента на новом оборудовании пролечили в прошлый четверг. Сейчас ежедневно лучевую терапию здесь получают 15 человек. Пациенты отмечают, что в диспансере техническое оснащение соответствует мастерству врачей. Я в целом человек военный, много прошел различных медицинских учреждений. Но здесь я поражен профессионализмом всех работающих, особенно заведующих. Характеристики нового линейного ускорителя скажутся не только на комфорте пациентов, но и решат проблему очереди. Если раньше от решения врача применять методы радиотерапии до первого сеанса могло пройти до двух недель, то теперь этот промежуток сократится до одного-двух дней. Лучевая терапия планируется лечащим врачом, врачом-планировщиком и медицинскими физиками для того, чтобы точно выявить локализацию опухоли и провести лечение настолько точно, чтобы не задеть здоровые ткани. Программа переоснащения онкологического диспансера продолжается, несмотря на усложнившиеся логистические цепочки. Очередная крупная покупка – новый магнитно-резонансный томограф, о котором мы также расскажем в наших выпусках. Павел Ярасов, Евгений Михеев, Анна Мусатова, Область новостей.